Всем добрый день дорогие друзья. Сегодня будем работать над палубным настилом афтердека нашего. Здесь говорить то нечего. Ширина будет такая же у нас. Реек тоже самое. Вот я тут уже напилил. Где-то по 6 штук пилю. Тоже же с этого шпона будем полтора миллиметра делать. Все будем с него делать. Потому что у нас то колы будут меняться я уже вам говорил. Так что все будем делать с этого. Ну что здесь есть в принципе как бы ничего такого нет. Но я там уже вывел эту палубу длину сделал. Уже наклеил. Сейчас мы перейдем на модель. Ну вот смотрите я тут немножко подлиннее взял. Взял подлиннее эти рейки. И лучше делать сразу цельные. Целой длины и потом мы их будем просто половинить сколько нам надо там. На три части на две части посмотрим. Так удобнее понимаете. Она как целая рейка. И они уже пошли. Сделаем здесь. Отрежем потом здесь. Ну так в шахматном порядке будем стыки показывать. Так что с этим у нас проблем не будет. Ну прежде чем эту заготовку сам я уже говорил. Берем этот лист. Сколько длины надо. Я ее располовинил пополам сделал. С двух частей. чтобы она широкий. Видели как она. Ну и с этой стороны опять маркером сделал. Чтоб не путаться. И с этой стороны прошелся наждачкой. Эта наждачка прошелся. И потом когда мы будем уже заготовку саму эту рейку отрежем мы еще торцы пройдем. И эту часть сделаем. Так друзья с этим тоже все понятно. Теперь насчет модели. Давайте сейчас перейдем на модель. С модели здесь вот так у нас. Этого я уже приклеил картонку. Я вам уже показывал. Бинцы мы поставили. Приклеили. Ну здесь надо найти середину. Я середину еще вот так вот. Опять же этой линейкой. Здесь замерил сколько середины вывел. И с этой стороны также с этого края. И все. И посмотрите чтобы ровно была линия шла. И все. Здесь больше делать нечего. Но я ребята отступил. Вот середина наша. Я отступил две рейки сюда. Начнем отсюда вот эту рейку делаю. Почему? Потому что здесь будет у нас мачта. Нам придется резаться как вот на баке у нас было. И мы отрежемся. Мы хоть и по линии сделаем. Но можем как бы ошибиться. Немножко там доли миллиметров уйдут. И у нас начнет тут все. Сделаем сейчас первую рейку сюда положим. И потом начнем дальше идти. Пойдем наверное сюда. Не наверное пойдем сюда на середину. Сделаем середину и потом начнем туда по краям лепить. Вот такой у нас план работы. Так ладно перейдем на стол. Так еще друзья. Хотел по поводу опять этой пилы сказать. Да. Я уже говорил. Я все таки поставил вот эту защитную кожу. Свой старый. Почему? Потому что тот кожух он хороший. Он в общем то может и хороший. Не знаю. Но дело в чем. Дело в том что что с ним. Вы понимаете что. Ну кто работал знает уже. Я просто тем кто как бы может будет с ним работать или нет. Видите он какой он. Во первых он такой какой-то тяжелый какой-то неудобный. И вот это место вот здесь вот когда у него тут зазоры такие. Вот в этом месте на оси вот на этой. Который держится здесь. И он начинает так вот прыгать. Вот сюда вот так вот заваливается. Он на этой планке не стоит на боковой. На упорной. Понимаете. Он сюда валится. И я ничего не видно. Он сразу его забивает. А здесь понимаете тут такая механика. Это же я говорю что не пилорама. Это не такой станок который действительно там пилит держит все. Здесь надо смотреть. А он начинает играть и не видно. Понимаете. Вот это вот момент не виден. Сам диск вот этот край и здесь. Особенно когда заканчиваешь. Вот эту часть надо хорошо чтобы ровно было. Чтобы она не играла. Здесь ничего не видно. Это конечно тоже такая не очень. Во всяком случае я могу приподнять ее приподнять и увидеть все. И она как бы все таки пыль держит. А совсем убирать тоже нельзя. Все летит на вас. И это тоже не дело. Особенно в квартире. Так что вот по этому поводу. Ну не знаю. Я может такой привередливый. Не знаю. Может кому-то это не нравится. Я сделал для себя. Ребята. У меня он стоял уже. Мне так удобнее честно. И что еще сделал. Смотрите. Самоделки. Видите что я тут налегил. Может конечно кому-то это будет смешно. Но смешно не смешно как есть. Я делюсь ребята с теми кому может это надо. А кому смешно тот может конечно не смотреть. Понимаете. Вот о чем речь. Может и смешно. Но для чего это сделал. Я не знаю. Может кто-нибудь видел вообще как вот эти вот пилят. Привозят эти доски. Не доски. Там даже горбыль привозят. Из горбыля делают уже доски. Там и сороковка и пятьдесятка там здоровые. У них там специальные такие стоят ролики такие. Они с шипами. Которые удерживают. И сверху еще подающий ролик есть. Который их тащит там все. Удерживает. Ну вот у нас такой же принцип. Понимаете. Это как удерживающий ролик. Потому что когда я начинаю вот здесь вот держать. Все это дело. Особенно вот эта вот рейка. Эта рейка. Она все-таки тонкая. Она начинает здесь прыгать. Понимаете. Вибрирует. Все это ходит. Это тоже вот эта пластина. Она как бы центрует. Понимаете. Она не дает туда-сюда гулять. Но все равно здесь она настолько тонкая. Что все равно пропил. Он почти миллиметр. А эта доля миллиметра. И она тут прыгает. Я вот сделал такую на мелкие. Широкий конечно может и не надо. Но тоже она не помешает. И в общем-то хорошо работает. Механец простой. Здесь у меня этот грузик такой. Я его тут на ось поставил. Правда вылет небольшой. Но здесь можно еще и регулировать. Я так сделал по-быстрому. Так что вот. Не знаю. Я просто с вами говорю советуюсь. А то что вам нравится или не нравится. Или может кому-то действительно это смешно покажется. Это уже лично каждого дела. Я считаю что поделиться я должен. Если мы уже так этим занимаемся. Ну что. Пилить. Ну пилить. Давайте пропилим одно. Здесь я диск поставил такой маленький. Ну обыкновенный. Не торцовый, но вот такой. Я вам показывал тот диск. Да? Тот диск сейчас мы ставить не будем. Почему? Потому что тонко. Там уже когда четверка пятерка пойдет. Шестерка тогда можно. А на этом обыкновенный. Какой вот есть этот диск. Такой мы и ставим. Ну я имею в виду что вот этот вот, друзья. Сейчас вам покажу. Вот такой простой. Он оставил этот. Я вам показывал. Да? Хороший, ребята. Вот советую если чего. Кто не пользовался, все купите. Очень хорошо. Он берет. И частота обработки у него отличная. В общем он такой. Качественный. Так что можете приобрести. Ну что. Давайте тогда. Все это готово уже. Надо чтобы это было действительно идеально ровное. Ну не идеально, но ровное. Чтоб не было у нас проблем. И дать ему немножко поработать. Пусть он с секунды 3-4. Он сейчас оборот все наберет. Пусть он с fikка. Пусть он с нет. Не надо. Пусть он с нет. Вот видите этот момент? Видите, он держит вот так? Ролик идёт, и он его прижимает. Видите, ни какой вибрации нет. Рейка ровно идёт, он не прыгает. Вот такая вот ситуация. Я вам с этого момента показываю. Ну всё, и здесь тоже момент самое главное. Видите, вот здесь надо, чтобы хорошо всё было. Конечно, с этой иголкой не дело, что я делаю здесь. Но я уже как-то привыкну. Если я аккуратно, можно. Вот так вот это вот самое главное. Вот я сейчас... Видите, она стоит очень хорошо. Хоп, я отсюда взял, всё. Проблем нет. И ровненько, смотрите, края всё. А так она без этого груза вот так вот здесь сзади прыгает. А её здесь держать, с этой стороны и спереди. В общем-то тоже. Ну что вы хотите от неё? Конечно, пила это... Понятно, я говорю, что не пила рам. Вот здесь смотрите момент. Показываю. Я специально оставил. Вот видите вот этот кончик? Вот он, вот он виден. Видите? Вот этот кончик нельзя вот так оставлять. У меня так поначалу тоже было. Не обращал внимания. А потом, когда начинаешь пилить, приставляешь её сюда, и у вас получается вот эти доли миллиметров, они уходят, понимаете? И у вас уже линия ушла. Обязательно это надо до конца проходить. Чтобы здесь не было это, понимаете? Вот так. Конечно, не так, как я. Надо взять аккуратно. Лучше, конечно, пиле сразу сделать. Ну, в общем, вы поняли, да? Так, ну давайте тогда обработаем нашу рейку. Ну и опять в тисках. Уже вот этот процесс видели. Просто чтобы как бы ещё раз повторимся, на всякий случай. Здесь можно вот такую же мелкую. Вот видите, у меня тут немножко грубоватая и меленькая. Ну и вот таким образом мы её чистим всё это дело. Снимем. Я вам просто так по-быстрому показываю. Сняли. И вот этим уже другое немножко тоже поменьше. Вот эти вот заусенцы тоже, ребят, надо снять. Ну и вот этой сразу можно, не можно, а нужно ещё раз пройти, ребят, вот эту вот плоскость, которая у нас снаружи не будет. Знаете почему? Почему? Потому что, в принципе, неплохой, да, этот вот берёзовый шпон. Но проблема, я вам уже, по-моему, наверное, говорил. Видите, что? Вон, видите, какой щербатенький всё-таки. Это хорошая плоскость. А вот есть места, иногда вообще здесь не видно. Вот здесь вот можно увидеть. Вот смотрите. Вот видите, они пошли. Её, честно, ну никак наждачкой. Тут надо снимать долю миллиметров, но это глупость, понимаете. И она, как бы, немножко передаётся и туда. Когда с поштового шпона делаешь 0,8, у него нет таких дефектов. Он очень гладкий, хороший. Поэтому старайтесь, если вот будете с таким работать, внимательно смотрите. Ну, я один раз прошёл всё там и ещё раз, вот когда уже нарезал рейку, прохожу всё. Ну, в общем, вот такая обработка, я думаю, что нормальная. Потом лачок ещё будет покраситься и нормально. Третий сорт не брак, да, друзья? Так, ладно, давайте тогда одну рейку поставим, посмотрим, что у нас получается. Первая рейка у нас готова. Ну, здесь мы не забываем, да, что грифелем проходим края. Прошлись грифелем, так вот сделали. Что ещё хотел сказать? Я тут сейчас посмотрел, да? У нас вот решётка будет посередине, видите, стоять. Поэтому мы начинаем вот эту сейчас рейку уложить. Здесь середина. Здесь как бы показано, что с середины идёт доска. Но, ребята, это не принципиально, я думаю. Середину доску ставить с краю. Идут доски нормально. Главное, чтобы они ровно были, аккуратно и всё. Я имею в виду, что вот эти первые у нас, наверное, раз, два, три, четыре, пять. У нас, видите, решётка. Поэтому у нас не будет здесь как бы стыков показано. Так что мы берём целую и сразу её ставим. Здесь они уходят под эту палубу. Так что здесь мы тоже ничего пока не будем делать. Ну и всё, что тут? Берём наш клей. Я вам показываю. Ну ладно, давайте на одной рейке, чтобы там... Как бы процесс. Процесс в натуральном виде. Я ещё вам, знаете, что хотел сказать? Тут насчёт чертежа. Я сейчас не буду с этим делом заниматься. А потом я вам по позже... Мне тут надо ещё подумать. Я вам кое-что хотел сказать по поводу этого чертежа опять. Что-то там какая-то у них не складуха. Но мы посмотрим ещё. Я просто поэтому не хочу сейчас заранее тут начинать панику поднимать или что-то. Я ещё раз внимательно посмотрю. И потом вам это дело всё как бы сообщу. Там что-то немножечко. Там не то, что не то, но не дано. Понимаете? Не всё дано. Ну вот так вот мазанули. И пошли на модель. Ну вот честно это дело переклеим. Здесь опять же, друзья, надо начинать с этого. Я тут видите немножечко никак опять. И вам ничего не показать. И сам ничего не вижу. Здесь надо, да, здесь по этой линии. Главное, чтобы вот этот край, друзья, нам край надо выдержать. Сейчас, одну секунду я ещё раз посмотрю. Да, вот так вот. Вот здесь по этому краю мы ставим. По краю и по линии. Здесь же, конечно, надо сто и всё делать. Я имею ввиду, что надо хорошо смотреть вверх, чтобы у вас всё было грамотно. И выводить вот сюда вот эту часть. Как мы уже говорили. Видите? Вот, чтобы она притык здесь была с этим. Сейчас я её переверну. Посмотрим ещё. Вот. До деревянного бимса. Как мы говорили. Вот таким вот образом. Сейчас немножечко уберу. Вот наша первая, первая наша линия. И сразу, конечно, надо проверить, друзья, чтобы всё здесь было, всё здесь было правильно и грамотно. Почему? Потому что, как вы положите эту рейку, они потом все будут по ней идти по этой линии. Ну, нормально. 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 Я такое чувство, что немножко всё-таки, когда после пропилки эти рейки, они немножко как-то в бок уходят непонятно чуть-чуть. Вроде как всё хорошо, да? А иногда смотрю, немножечко как бы они играют здесь. В линии их нет. Вот так вот. Раз сюда. И одну в середину. Всё-таки чуть-чуть. Вы провели по линии, по линии. Я думаю, что нам надо вот так вот тоже сделать. Возьмем потоньше. Я говорю, иногда пользуйтесь, если вам надо. Пользуйтесь, ребята, вот. Вот приблизительно вот так вот. Раз. И зафиксируйте её здесь, пусть она стоит. И сюда поставим тоже. Один брус, всё. Надо ещё их поставить. Пусть она хорошо схватится. Вот так вот. Ну и вот так вот. Всё. А это дерево с картоном. Видите, я немножко выпустил сюда. Вот по этому поводу я вам потом покажу. Здесь сделал как бы такую, думал делать. А тут я сейчас решил выпустить. Где-то на 4 сантиметра. Почему? Потому что тут кое-какие возникли у меня вопросы. По поводу чертежа. Ну вот так вот. Всё. Пусть теперь сохнет. Отсюда пойдём. Показать, друзья. Вот так вот я поставил. Видите, у меня тут эти табуретки. И вниз ламинат опустил. Табуретки поставил. Почему? Потому что уже высоко надо всё время вставать, прыгать. Но это не очень хорошо. И вот так вот у меня, видите, сейчас всё это дело сделано. Ламинат также стоит, только пониже. И очень удобно. Не надо тут крыгать вставать. Почему? Потому что всё время приходится и пилить, и подпиливать. И туда-сюда прыгать. Это лишнее не надо телодвижение делать. Вот так вот у нас сейчас получается. Здесь, где уже, конечно, отверстие пошло под мачту. Надо, конечно, устанавливать мачту. И вот таким образом у нас всё. Сейчас мы пока делаем без стыков, показываем. Потому что здесь будет решётка, я уже говорил, да? Так что вот так у нас всё это дело, весь процесс происходит. Теперь что, друзья. Теперь я хочу сказать вам по поводу чертежа. Почему я здесь вот сделал эти выпуски? Давайте перейдём на чертеж. Немножко завален. У меня тут сами станками оборудован. Я уже не буду убирать. Давайте я вам сейчас так в общем объясню всё это я. Посмотрите на чертеж, да? На что мы ориентировались? Мы ориентировались на диаметральный разрез, когда у нас тут всё правильно. Посмотрите, вот эта наша перегородка будет. Под палубой этой будет. Я вот до сюда где-то вывел. С картона сделал. Ну как палуба должна у нас идти. Понимаете? Но, что теперь? Здесь видите, ничего нам не показано. Показана мачта. Борт идёт. Окно пущенных портов. Ну, смотрите тут получается, что немножко, конечно, непонятное дело. А вот у них ещё. Ну, это не чертёж. Это типа такого. Он как-то называется, я не помню. Типа такого. Рисунка. Наброска. Смотрите, у них что получается. У них получается так, что здесь стенка идёт. Если верить этому чертежу, то вот эта стенка, она и есть, эта перегородка. Вертикалью. Тогда у нас что получается? У нас, смотрите, как получается. Сюда идёт одна стеночка маленькая с окном. Вторая идёт под углом. И третья сюда. И вот так. Вот она, видите, показана. И что здесь ещё интересно показано? Здесь показаны одни окна, да? Окна. Теперь давайте перейдём на поперечный разрез. То, что нам дано. Посмотрите. Вот наша палуба. Наша перегородка. Здесь наверху показаны двери. Здесь, которые мы двери тоже сделали. На нижней палубе. И вот эти двери показаны. Здесь этих дверей не показаны. Ладно. Смотрите теперь что. Вот эта вот деталировка наша. Вот то, что мы делали до этого перегородка. Теперь идём сюда. Вы смотрите. Вот это 34 номер. Внимательнее будьте. Вот он 34 номер. Я согласен. Одна, вторая и третья. Вот 35 эти угловые пошли. Сюда, сюда. Вот это вот. Вот это вот. Тридцать третий. Судя по тому, как они сделаны. Я не знаю. Это похоже на двери? Нет? Как вы думаете? Двери это? Нет? Кто-то меня берут сомнение, что это двери. Они похожи на окна. Дверь. Вот она дверь. Вот эту дверь. Я согласен. Да? Вот эта дверь. Вот эта дверь тоже. Вот эта дверь. Да? Это окно. Поэтому видите, немножко тут как-то всё запутано. Я посмотрел в интернете. Там люди, которые делали. Там тоже не совсем всё понятно. Как бы ясно. У каждого как бы по-своему. Так что видите, у нас тут, не знаю, или импровизировать что-то надо думать. И что? Почему я сделал тут теперь длиннее? Понимаете? Вот этот выпуск. Вот этот выпуск. И до сюда ещё вывел. Потому что, потому у нас по чертежу, видите, вот в это вписали. Здесь всё как бы правильно. Я так думаю, что и здесь тоже размер правильный. Смотрите. Если взять ширину этой стенки, ну вот пусть она приблизительно вот такая будет, да? Тогда мы перейдём сюда. Смотрите, что у нас получается. У нас должна быть сама вот эта перегородка. Кончание её. Смотрите, что здесь. Сейчас, друзья, мне всё это палает. Блин, неудобно. Вот смотрите. Вот эта вот перегородка. Она должна здесь почти вровень с этой палубой идти. Если мы сейчас всё это дело оставим как есть, сюда поставим перегородку. Посмотрите. Вот у нас одна стенка уже получается по их размерам. Потом здесь должен вот эта вот стенка у нас будет. Вот эта вот. Смотрите. Вот эта вот стенка. Она вот здесь вот должна быть относительно этой перегородки. Затем у нас ещё пойдёт под углом одна стенка. Это ещё плюс добавка. И у нас что получится? У нас получится одна стенка здесь. Другая стенка здесь. И мы просто сюда не выйдем. Я думаю, что мы сюда никак не выпишемся. У меня такое чувство, что нет. Потому что даже если наполовину взять эту угловую, она уже, смотрите, куда заходит. И что тут остаётся? Ну я на всякий случай, друзья, сделал. Сделал. И здесь, наверное, надо что-то думать. Раз нам показаны двери, а здесь двери нет. Это не вот так просто, знаете. Типа детский конструктор. Но нам всё равно надо как-то правдой добиться. Если мы не будем так делать, то у нас ничего не получится. Значит, мы здесь делаем всё равно двери, наверное. Вот с этим я тоже не знаю. Но не может быть всей двери, правда? Вот дверь показана. Я согласен. Дверь, она есть дверь. А здесь я не вижу двери. Это как окна у них. И здесь тоже. А здесь, видите, дверь тоже наверху показана. Здесь тоже. Я не знаю. В общем, я ещё буду думать. Я просто по этому поводу, что я их выпустил дальше, хотел вам объяснить. Я выпустил для того, чтобы у нас был бы, как понимаете, тут запасной вариант. Что мало ли нам придётся отодвинуть, всё это передвинуть, чтобы мы тут уже потом не добавляли ничего. Вот по этому поводу я вам хотел сказать, поделиться с вами. То, что у нас есть на самом деле. Ладно, давайте дальше что-то делать, там посмотрим. Ну что, теперь нам надо показать, сементировать швы, стыки. Вот эти вот я сделал. Три. Ну, взял так приблизительно, чтобы на одном уровне они были, так нормально. Теперь что? Теперь нам надо, я думаю, что с одной стороны пойдём. Нет, будем тогда с двух сторон делать по порядку. Почему? Тогда нам лучше будет эту линию вывести. Когда начинаешь с одной на... Можно и так, и так, я не знаю. Кому как нравится. Но я буду так делать. Ну что надо замерить циркулем? Это расстояние. Потом перенести его сюда. Я его перенёс. Прямо так раз, риску сделать и всё. Так и пойдём. Теперь с этой стороны. Потом опять на ту сторону пойдём. Так и будем делать, ребят. Ну вот наш рабочий процесс. Я одну тут, видите, уже поставил. И по поводу этой иголки, ребят, немножечко всё-таки играет. Надо смотреть. И всё делать будете, что вот так вот надо прижать. И посмотреть по длине, чтобы она не ходила. Немножечко и играет. Я ещё раз повторяю, что если есть возможность, конечно, не обязательно делать с такого толстого полтора миллиметра. С обыкновенным 0,8 хороший шпон. Здесь тоже вот эти вот края, друзья. Я вам скажу. Вот эти края, которые мы делаем, покрываем грифелем. Всё-таки сколы есть. Хоть пила и ровно пилит, а всё равно немножко есть. Конечно, это потом всё отражается. Она вот видите. Она вроде ровно-ровно, а всё равно. Здесь у нас середина будет, конечно, решётка. Поэтому тут как бы так сильно не старались. А здесь всё равно видно, видите. Они не совсем ровные как бы. Не точные совсем. Это вот всё из осколов. Расходятся иногда. Но это не страшно, конечно. Метация-то есть. Всё вроде бы как бы нормально. На баке хорошо, ведь они там короткие. Но здесь тоже вроде ничего нормального. Всё-таки со шпона, наверное, и удобнее. Здесь пилить не надо ничего. Ну, я вам так просто для информации говорю. Потому что мы уже начали с этого делать. Значит, мы её будем с этим заканчивать. Дерево хорошее, но всё равно как-то. Вот начинаешь когда грифелем вести, и в некоторых местах откалывается. И она потом, понимаете, в чём дело? Она потом не создаёт такую ровную линию идеальную. Такой шовчик красивый. А где скол, она там ямка такая. И получается там жирнее чуть-чуть. И по поводу этого. По поводу этого. То, что резать, ребята. Я режу этим ножом. Вот этим ножом. Отрезаю торцы эти. Ну, это всё. Так что вот так. Ну, друзья. Больше половины уже сделали. Так у нас всё это выглядит. Ну, нормально идёт. Хорошо. Я говорю, самое главное, если вот эту подложку сделать хорошо. У нас, да, видите, середина, что разваленная вся была. Не надо лениться. Надо делать всё грамотно. Вот я поленился. Не страшно, но всё равно. Лучше делать грамотно. И аккуратно, видите, всё идёт. Практически. Ну, и не идеально, но нормально. Хорошо. Меньше шкурить надо будет. Так, теперь по поводу этих торцевых, да, имитаций. Ну, я уже, вы видели уже, когда. Линейку ставлю. Ну, линейку надо ставить так, чтобы захватилось здесь и пошло уже сюда. И просто эту линию. Почему? Потому что, если вы будете только отсюда брать, у вас может быть немножко и скос. Надо обязательно захватить, чтоб с этой стороны было. И всё. И немножко раз, карандашом чуть твёрдым прочертили. Отрезали ножом. Можете на пиле, как вам удобно. И ещё вот, друзья. Вот такой момент. Смотрите. Я уже вам говорил по поводу иглы. Смотрите внимательно. Если будет отходить, лучше ставьте сюда. И вот особенно, видите, вот эта длинная. Когда длинная пойдёт. Три части. Вот эта короткая, средняя и длинная. И вот сюда обязательно тоже. Лучше поставить. Почему? Потому что крутить не удаётся всё время. Не видно. У меня вот здесь в одном месте, по-моему, вот здесь вот. Не посмотрел и отошло. Хорошо посмотрел. Её ножом поддеть, она отходит от картона. Здесь довольно-таки приличный зазор получился. Около миллиметра. Поэтому, или смотрите, или лучше сразу поставьте и всё. Ну, а потом грузом, конечно, прижать. Ну, вы уже знаете этот процесс. Я вот хочу просто на этот момент внимание обратить, ребят. Чтоб не было этих зазоров. Тем более, мы здесь, видите, картон не стал чернить, как там. В принципе, можно его не чернить, не обязательно. Если у вас всё будет грамотно, все эти зазоры. Не будет зазоров больших, то она не будет видно. А если будет, да, тогда он будет виден этот белый. Будет некрасиво. Так что, вот, ладно. Теперь я буду доделывать всё это дело. И потом мы начнём-то доремонтировать гвозди. Ну, что, вот так у нас теперь выглядит наша палуба. Обшили мы её. Таким образом. Всё дело это выглядит. Теперь что? Теперь нам надо сделать имитацию, да? Ну, здесь имитация такая же, друзья. Чтобы повторяться, как бы, по 10 раз. Ну, уже говорил. Тема больная, да? Ну, ладно, не будем. Смотрите, что у нас получается. Вот наша палуба. Вот здесь у нас идёт ряд гвоздей набитых. Вот это мы сделаем. И здесь не будем. Почему? Потому что я так распределил это всё, вот эти стыки. Что у нас стыки идут до сюда. Нам нет смысла здесь вот эти пускать тоже всё. Вот видите, вот до сюда будет всё это дело. Вот здесь у нас будет уже другая палуба. Закрываться всё будет. Так что у нас как бы всё нормально будет. Здесь сделаем. И всё тогда на этом. Можно будет тогда на покраску. И плачком покроем. Будем дальше думать, что делать. Ну, здесь как бы просто. У нас середину взял. Середину эту взял. Опять же, друзья, смотрите, чтобы вам было удобно. Я сейчас опустил модем. Мне очень удобно. Ну, вот так вот где-то на середину, например. Вот так вот. Да, смотрим так. Здесь опять же, видите, здесь будут пушки стоять. Мы их поставим. Всё закроется. Нет смысла. Тогда берём чуть ближе. Вот. Вот так вот где-нибудь. Вот так вот. Раз. Сейчас даём две точки сюда. Сюда тоже. Всё. И потом лучше взять что-нибудь такое, не знаю, типа шпона. Может линейка какая-нибудь у вас есть. Вот у меня, например, такая вот здесь. Пластмассовая линейка. Она хорошая. Видите, она как раз тут встаёт. Вот. Очень, очень удобно. И всё. И взяли твердый карандаш. Можно и мягким, в принципе. Но лучше твёрдым. Почему? Чтобы сильно не пачкать все эти дела. И вот таким образом проводим линию тут. Прямо линию делаем и всё. Оп. Вот так вот чмяк готово. Ну и дальше ещё прогнем её чуть-чуть. И здесь тоже вот так вот. До конца как бы всё равно. Чтобы всё было грамотно у нас. И здесь также. Тоже раз до конца. Всё. И вот эти вот тоже места надо будет. Ну я вам просто так образно всё показал. Всё. Ну и потом что? Берём наш карандашик мягкий. Его конечно заточить надо. Сейчас сделаем эти наметки. Где у нас будут стоять точки. И потом будем шилом давить. Вот эти конечно наметки лучше делать ребята стоя. Чтобы вам сверху было всё видно. Но опять же я говорю то как делает. Трафарет. Если трудно сделать на глаз. Лучше конечно сделать трафарет. Но я делаю так вот. Я уже вам показываю. Тут уж если там доли миллиметра там. Я не думаю что так принципиально. Ну вот так вот. Можно здесь даже немножко пожирнее делать. Почему? Чтобы они. Потом когда мы будем шилом утапливать их. Ну вот так вот где-то. Конечно у каждого видите свой глазомер. Каждый делается как ему удобно. Как он может. Ну и потом так вот. Конечно здесь надо аккуратно. Аккуратно. Понятное дело. Здесь совить тоже сильно нельзя. Видите. Немножко прогибается палуба. Но имитация будет и достаточно. Ну вот так вот. Пойдем. Ну и на этом пока все. Вот здесь немножко да друзья. Надо руку набить конечно. Здесь надо такой момент поймать. Понимаете. Чтобы отверстия были нормальные. Не чуть-чуть конечно. А так. Но опять же ребята. Говорю. Это как бы не закон. Если у кого-то что-то другое есть. Делайте по-своему. Ну и пока. 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 Во всяком случае делаю так. Понимаете. Пока делаю так. Ну и вот таким образом всех проходим. Пойдем. Немножко. Видите в чем дело. Дело в том что. Дерево толстое. Ну это не так страшно. Ну и потом опять берем. Конечно что должен быть грифель хороший. И в эти отверстия. В эти отверстия. Стараться попасть. Вот таким образом. Вот. Вот так вот. И когда мы все пройдем. Мы потом будем чистить наждачки. Зашкуривать. И красить. Так что там. На этом пока все у нас. Сымитировали мы гвозди. Так у нас сейчас все выглядит. Ну что. Теперь надо пройти наждачки. Но она такая друзья. Она не мелкая и не крупная. Такая средняя. Чтобы за один раз. Не надо. Чтобы по 10 раз. Так его здесь. В принципе. Сама палуба. Сам настил хороший. Он ровный. Довольно таки. Но чуть-чуть надо сгладить. Вот это вот. Жирные. Все эти точки. Ну а значит. Вот так вот. Начинаем все это дело. И ведь. С одного края пошли. Обязательно конечно. Подложить. Трякки. Вот я тут положил. Видите. Ну. Пуль все таки летит. Немножко как-то не очень. По другому тут никак. Так что вот. Сейчас мы зачистим. И потом начнем. Красить карандашом. И лаком паковать. Вот наждачки прошлись. Видите сколько тут пыли. Ну ее конечно надо сразу пылесосом этим снимать. И там будешь мелидцом. И вольшее. Попробую ненавитки. вот так и теперь намочим тряпку и еще тряпкой пройдем обязательно чуть-чуть перед тем как тряпкой проходить после пылесоса сделайте еще вот что возьмите щетку еще постарайтесь здесь со швов снять получше и если вам не лень конечно возьмите нож и ножом пройдите еще швы немножко эта пыль вынимается аккуратно видите чуть-чуть она вынулась и так швы пройти и щеткой опять смести потом еще раз пылесосом тряпкой прошли подсохло надо дать подсохнуть сразу не надо берем этот карандаш какой у нас был и карандашом начинаем вот так друзья вдоль-доль-доль наброс показывать опять образно все и пошли пошли два раза делаем два раза сделать надо так два раза мы прошли теперь берем бумажку резинкой здесь немножечко надо сделать но немножко как пройти и все и теперь начинаем растирать чтобы равномерно на все это легко чтобы ушли все эти штришки всякие ненужные потому что некоторых местах штрихи остаются в грифеле и вот таким образом и немножечко еще смотрите как он будет проходите еще итак друзья теперь мы будем покрывать ленце лак у нас на водной основе что теперь когда вы это сделали еще прошлись резинкой еще раз пройдите щеткой посмотрите потому что остаются эти заусенцы маленькие скольчики их надо удалить и сейчас будем когда лаком покрывать будем одну сторону не надо так размазывать туда-сюда можно но лучше вот так все-таки выходит немножко это дерево не то честно ребята она очень полкая очень много этого остается всякого нехорошего но такое есть что делать я вам просто говорю что вы были в курсе вы знали если вы с ним работать какой она есть и как все это дело выглядит мы все здесь проходим один раз здесь проходим один раз берем так не начинаем сначала и поехали 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 и вот таким образом мы все это дело делаем он ложится хорошо так что смотрите что только не попадались вам слишком большие сколы эти занозы они потом останутся их можно убрать конечно это не проблема и вот один раз покрываем один раз только покрываем если много берете на кисточку делайте вот так вот старайтесь конечно чтобы равномерно ложился надо такими пятнами что в этом было вот так вот все уже все это проходили на этот на всякий случай что мало еще разок закрепимся вот так вот будем идти вот так я буду дальше делать продолжать потом посмотрим закончили мы друзья с полубленостилом afterdk не совсем конечно закончено я имею ввиду что основное мы сделали это вот уже у нас готово после лака после вот видите у нас сейчас нормальный колор какой все ровно в одном цвете все так и должно быть не 5 ничего я говорю к тому что раз мы уже начали с этого делать шпоны с этого будем ну такой средний я бы не сказал что слишком плохой такой это надо попробовать если каждый сколы есть конечно но в этом месте особенно начинаешь когда чистить вот даже проходишь когда тряпкой они отсюда выходят я говорю что если будете работать конечно смотрите попробуйте ну и вот наши тут имитации все эти сейчас повернем его немножко сюда если видите у нас чуть-чуть места не так много таким образом наши гвозди видны не знаю я насчет этих имитаций гвозди я спорить не буду может у кого-то что-то свое у нас вот так вот они нормальные маленькие аккуратно они такие должны быть на даже если их закрывали пробками все равно они должны быть маленькие на пол ширина доски на это мое такое мнение так что вот у нас это готово это тоже все у нас тут готово вот так выглядит и вот это все остальное нормально хороший цвет такой получился нам немножко камера немножко светлит он чуть-чуть такой с красноватым оттенком ну что тогда на этом у нас все в этой части теперь я буду вот сюда надо нам сейчас я тут уже наметил чуть-чуть надо поставить один бимс и посмотрим может вот здесь здесь дальше сразу продолжим внутреннюю обшивку доделать посмотрим до куда она пойдет и все тогда нам надо уже ставить опять здесь здесь будем ставить перегородку делать и пойдем дальше тогда как бы так все тогда друзья всем всего доброго удачи пока